МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Итак, Международный валютный фонд утвердил программу сотрудничества с Молдовой. Об этом громко и с гордостью заявили нынешние власти страны. Еще было заявлено, что после принятого МВФ решение доверия инвесторов и международных партнеров к Молдове повысится. Красивая обертка, за которой может скрываться немало неприятных сюрпризов для граждан Молдовы. Об этом и поговорим с сегодняшним гостем программы, экономистом Михаилом Постиком. Здравствуйте! Здравствуйте! Нас ждет очередная шоковая терапия, или МВФ вернулся в нашу страну с такой дружественной поддержкой нашей экономики? Наверное, на счет шоковая вы правильно отметили, что именно ждет это. Я объясню, в чем причина. МВФ действует достаточно примитивно, по учебнику. Ребята, у вас есть доходы, будьте добры, свои расходы вписывать в эти доходы. А поскольку у нас огромный дефицит бюджета, свыше 4 миллиардов, и мы никак покрыть не можем, поэтому правительство приняло решение о том, чтобы не брать бюджетников на работу на освободившиеся места. На вакансии. Да, они до максимума сократили все, что можно, где какие стройки, ремонт и так далее. Финансирование, то не хватает денег на выплату. Все время мы в состоянии такого близкого коллапса, что нечем будет платить ни пенсии, ни зарплаты. Вот это ситуация. И поэтому МВФ говорит, ребята, вкладывайтесь в доходы. И, конечно, сегодня многие говорят, что это большое достижение. Это ровно такое же достижение. Представьте, я часто привожу этот пример, что человек, у которого спазмы с сердцем, называется стенокардия, когда сосуды сужаются, и он теряет сознание. Единственное спасение – нитроглицерин под язык. Да, человек пришел в чувство, сосуды расширились, но это очень ненадолго вас не вылечили. Это просто перелечит. Вот деньги МВФ – это тот же нитроглицерин. То есть они идут не на инфраструктурные проекты, не идут на строительство предприятий, на развитие экономики и так далее. Это на покрытие вот того дефицита бюджета, который мы имеем. И, ну а с другой стороны, это еще и сигнал остальным донорам о том, что с нами можно работать. Вот примерно так вот. Вот это как бы на этом положительные моменты заканчиваются. А дальше пошли как вот те условия, которые прописаны МВФ. Ребята, у вас большой дефицит пенсионной системы. Вы сегодня более трети пенсионного фонда покрываете с государственным бюджетом. Это ненормально. Конечно, ненормально. А ненормально почему? Потому что, в принципе, для того, чтобы пенсионный фонд был самоокупаемым, то есть как бы достаточно, надо, чтобы на одного пенсионера приходилось в идеале два с половиной работника. У нас вот за последнее, допустим, управление нынешней коллекции резко идет сокращение занятых в так называемом формальном секторе. То есть людей, которые перечисляют деньги в пенсионный фонд и платят налоги. Ну, например, я приведу такую цифру, это официальная цифра и статистика. У нас 42% занятых в сельском хозяйстве, работают, да, вроде активного населения, которые производят продукцию только исключительно для личного потребления, даже не на продажу. Какие же это рабочие места? То есть это весь объем сельхозпродукции, которая производится в... Из занятых. Я говорю 42% занятых. Вот я говорю примеры. И, в принципе, у нас вот это идет такой ярко выраженный тренд на сокращение занятых. Мы пришли к тому, что у нас сегодня на дно пенсионера приходится примерно один работающий. Это, конечно, нонсенс. И здесь есть два пути. Первый путь какой? То есть увеличить, создать рабочие места с тем, чтобы поступали деньги в пенсионный фонд, да, и все как бы нормализовать. А есть второй путь, радикальный. Увеличить возраст на пенсию, а тем самым сократить количество пенсионеров. И как бы такой шаг, который как бы этапно предлагается к тому, чтобы повысить сначала пенсионный возраст для женщин. У них 57, будет теперь 62, а сегодня соотношение между женщин и мужчин примерно 1 к 2,5. Это понятно, что разница в возрасте, плюс женщины живут дольше. А потом и как бы всем остальным тоже поднять. То есть это, понятно, программа не на один день, а на длительный период, но тем не менее к этому идут. И вот как бы это решение. Поэтому все разговоры о том, что у нас будут пенсионные реформы, что у нас там что-то будет делаться и так далее. Все проблемы связаны с нашей бедностью, потому что нет денег для пенсионного фонда. Вы назвали два пути решения наших проблем. Это увеличение рабочих мест и наоборот решение таких кардинальных, кардинальные решения проблем увеличения пенсионного возраста. Международный валютный фонд в сегодняшней ситуации, он стимулирует нашу власть или подталкивает к чему? По какому пути? Извините за выражение, ему по барабану. Может быть это не совсем как бы... То есть их деньги, Международного валютного фонда, можно инвестировать в новые производства или... Нет, они дают деньги только на дефицит бюджета. На покрытие дефицита бюджета. На покрытие дефицита бюджета. Но при этом они говорят, приведите ваши расходы в соответствии с вашими доходами. Потому что если вы не приведете, то что было в 2013 году, когда прекратилось финансирование, мы прекратим донорство наше. И все на этом вопросе. Достаточно все просто и понятно. Может быть в этом корень того, что так много критики в адрес Международного валютного фонда относительно неконструктивности для национальных экономик, подхода специалистов МВФ? А вы поймите, человек... Я согласен с мнением, что неконструктивный подход и подход формальный, чисто по учебнику и так далее. Но, ребята, давайте будем прямо говорить. Вот когда приходят... Я работал на предприятиях, на крупных предприятиях и так далее. Когда приходит какой-то эксперт со стороны и начинает учить, что надо здесь это улучшить, усилить и так далее. Это все разговоры. Это можно сделать, только находясь здесь на производстве, зная все нюансы и особенности. Если мы в стране не создадим рабочие места, никто нам не создаст рабочие места. А для того, чтобы создать рабочие места, надо прекратить вырасту, надо сделать, чтобы продукцию, которую мы производим, было кому продавать. А сегодня у нас, известно, российский рынок закрыт. Сокращение произошло с 2014 года в три раза, представьте себе. А на Европейской Союзе экспорт не вырос. Более того, у нас парадоксальная ситуация. У нас из того экспорта, что мы имеем, резко растет реэкспорт продукции. А производство продукции, которые мы производим сами, оно падает. То есть, через нашу страну проходят продукции? Да, мы поставляем мазут, дизельное топливо, жиженый газ и так далее. Чтобы было понятно, что это не наша продукция. Чай, кофе, цитрусовые. То есть, предоставляем только лишь услуги, получается. Да, транзит. Ну, вот нынешние пришествия международного... И такой продукции, чтобы мы понимали, по этому году. 36,2%, чтобы было понятно, из нашего экспорта. То есть, за счет, не знаю, транзитных услуг бюджет не пополнить в нужном количестве? Это мизер. Это мизер. Причем, мы же знаем, что бизнес как работает, он никогда не покажет разницу. Вот это, что прибыль остается здесь. Он показывает, как правило, что доход нулевой, а деньги оставляет в офшоре. Для того, чтобы не облагать налогом. А во всем мире, в том числе и даже в той же Америке, которая вроде бы не офшорная государство, да. Но, тем не менее, в Америке существует правило, что если деньги заработаны за пределами США, то они не облагаются налогом. Вот и все. Вот нынешнее пришествие международного валютного фонда в нашу страну, оно уже третье, по сути, да, получилось? Да нет, оно больше. Они на три года обычно заключают. Давайте вспомним, какова история взаимоотношений Молдовы и международного валютного фонда. Есть ли какие-то положительные примеры вмешательства или влияния Международного валютного фонда на рост экономических показателей нашей страны? Ни в одной стране мира, к сожалению, таких примеров нет. Я еще раз говорю, вот это приехала скорая помощь, да, вы теряете сознание. Ведь не они приходят и говорят, давайте мы вам окажем помощь, да. Мы говорим, что мы задыхаемся, мы вот теряем сознание и так далее. Ну, хорошо, мы вам дадим таблетку нитроглицерина, но, пожалуйста, выполните такие-то условия. И эти условия, поскольку там играют еще определенные геополитические интересы, то есть наряду с чисто экономическими, есть еще определенные геополитические давления, которые стоят за чертой, как бы, за определенные условия и так далее. Но, в принципе, о них разговор достаточно примитивен. То есть вот вас уговаривают, что вам надо делать зарядку, вам надо не есть жирную пищу и так далее, и так далее. А вы все равно продолжаете спать до обеда, есть жирную пищу, вести неактивный образ жизни, ваше здоровье разрушается. Так что, виноват тот, кто дал таблетку нитроглицерина? Ну, понимаем. Но, смотрите, получается, мы вызываем эту карету скорой помощи, не следуем рекомендациям, так сказать, диетологов, экономистов. И, получается, приводим, ну, власти же должны давать себе отчет к тому, что пациент в лице национальной экономики, в лице, не знаю, целого государства в результате вот таких инъекций скорой помощи Международного валютного фонда перестанет существовать как человек, ну, или как организм, способный к развитию, становлению. Ну, вот смотрите, другой пример тоже, мы об этом уже говорили не раз, и это наиболее такой яркий пример, вот они говорят о увеличении транспортности банковского сектора. Они говорят, мы киваем головой, да, мы будем, мы законы, повысим функции Национального банка. Я хочу сказать, что до принятия закона, чтобы телезрители знали, что по нынешним правилам, по нынешним правилам, решение Национального банка не имеет права отменить даже суд. Даже суд. Ну, самостоятельный у нас сейчас институт практически национальный банк. Нет, он и был, я просто подчеркиваю, до принятия этих законов, он, то есть вот суд выносит решение, например, запретить вам такие-то действия, как банку, да, или то-то-то, суд может только наложить штраф на Национальный банк за то, что, допустим, банк потерял какую-то прибыль. Но отменить решение Национального банка о запрете этого вида деятельности или введении спецуправления и так далее, он не может, вот чтобы было понятно. То есть у Национального банка в полно рычагов. Прозрачность. Вот давайте теперь, как реализуется прозрачность. Декларация одна, как действия другие. 25-26 ноября исполняется ровно два года, как украли миллиард. Известно, кто оформлял документы, кто выводил эти деньги. Известно фирмы, которые получали, вы слышали, что директор фирмы по подложным документам, которые получил, бухгалтер фирмы, инспектора, кредитные инспекторы банков, которые оформляли эти кредиты, юристы, которые визировали, кредитный комитет, совет банков, управляющий банком, главный бухгалтер, которые все подписывали документы, в том числе деньги, которые через Национальный банк. Я просто тоже эту цифру называл. Значит, по существующим правилам, регламентам, которые установлены Национальным банком, то есть это закон, будем говорить, действие, больше 15% от собственных средств банка, банк не имеет права при любых обстоятельствах, хоть сам Господь Бог скажет. Это для банка сначала, потому что деньги выводились как бы конечным бенефициаром, это из банка сначала, это 70 миллионов. Они, пяти компания, в течение этих двух дней выдали 13-3 десятых миллиарда леев. Вот, ребята, это же, вы поняли, да? То есть возникает вопрос, ребята, если мы говорим о транспарентности, если мы принимаем решения, это что за нас? Международный фонд должен решить. Он должен этих людей посадить это. Да, у нас я, как бы, не являюсь адвокатом Петренко, или, но то, что он совершил, это максимум тянет на 15 суток. Ну, вы видите, сколько он просидел, его компания, как бы, его, как бы, соратники и так далее, просидели в КПЗ, да, и после этого находились под домашним арестом и так далее. А тут людей даже никто не рассчитывает. Да, арестовывают, да, садят, но совсем по другим эпизодам. Не по этому миллиарду, обратите внимание, там фирма Каравита, другие дела, там задача взят, и так далее, но по этому миллиарду ни одного человека не посадили. Ни компания, которая получила деньги, компания, ни те, кто эти деньги оформлял. Так, извините, при чем здесь международный валютный фонд? Ну, понятно, но мы все-таки обещаем им какую-то транспорятность, то есть будет в этом направлении? Нет, мы обещаем, но делаем демитрально противоположное. Мы делаем демитрально противоположное. Вот я приведу пример, как бы, это. Нам говорят, надо наполнять бюджет, да. Вот сейчас мы принимаем, в августе была опубликована налоговая политика, значит, было принято постановление, где написано, что должны быть решены, в первую очередь, социальные вопросы, равенство, увеличится налоговая нагрузка на богатых, как бы, вот все эти декларации идут. Это записано прямо в постановлении правительства, в той, как бы, будем говорить, программе налоговой политики. На деле. Я приведу только один пример. Один пример. Вот у нас акциз на легковой транспорт, да. Вот когда вы покупаете сосиски, покупаете там колбасу, вы платите 20% НДС? Ну, не задумывался, но, видимо, да. 20%. А на легковой автомобиле ноль. Значит, акциз, который сделан, независимо от того, это Logan Dacia, вот пересчитайте, очень легко, там она порядка 7 тысяч евро стоит. Либо это Mercedes Maybach 600, да, примерно 12% ставка акциза. Но она просто, на первый взгляд, выглядит такая прогрессивная, там, условно говоря, от 1 до 3,72 евро за кубик, да. Вот, но в целом, когда, посмотрите эту шкалу, да, это примерно 12%. Что протаскивает наша власть вот сейчас, да. Она протаскивает решение о том, чтобы вместо 3,72 ввести 50, по-моему, 4-56 леев. То есть на 30%, то есть всем остальным категориям автомобилей, которые идут до 2,5, это дизельные кубических сантиметров двигателя и 3 тысячи кубических сантиметров бензиновые, да, им ставки оставляют примерно те же влеев, а здесь сокращают на 30%. А теперь, а теперь смотрите, вот парадокс. Где же налог на роскошь? Понятно, да, да. А теперь смотрите, что мы творим. Вот, благодаря тому, что вот такие нулевые ставки, и у нас, по сути дела, ставка на старые машины, она незначительно увеличится в зависимости от возраста. У нас вот все старье, которое из Европы, наклонилось сюда. Если сравнить за последние 10 лет, у нас парк легковых автомобилей в стране вырос в 2 раза и достиг вот на начало этого года 530 тысяч. Значит, какая инфраструктура дорожная успеет за таким темпом прироста транспорта? Поэтому мы сегодня постоянно стоим в пробках, поэтому у нас в городе дышать нечем. И причем, если кто был за границей, то вы не увидите такое огромное количество джипов, больших и так далее, потому что там просто огромные налоги. И вы же сами понимаете, когда у вас двигатель 6 тысяч кубиков или двигатель 1400 кубиков, там выхлопы в 4 раза больше за газованность. А европейцы, они просто помешаны на экологии. И там просто, будем так говорить, не по карману даже людям свыше среднего достатка таких машин. И на скромных машинах вообще ведут себя, за рубежом я был в Штатах, тогда миллионеры ведут себя очень скромно. Очень скромно. Не чета нашим как бы... Поэтому они и миллионеры. Ну, может быть. У нас тоже миллионеры, но по-другому добывается богатство. Вопрос не в этом. И вот там не может человек позволить себе такую машину. И когда иностранцы приезжают и видят огромный поток этих машин класса люкс, Порше КГ, это же вообще, то есть как бы эта машина роскошная считается. У нас Порше здесь ездит и так далее. То есть... Задаются вопросом. Ребята, какая же вы бедная страна, да, вот примерно в таком духе. А это благодаря вот той налоговой политике, которая притворяется. А почему она притворяется? Потому что депутаты ездят на таких машинах. Члены правительства свои машины такие. Как же он будет платить 12%? Вот как до сих пор было. Причем это не первая попытка. Вот прошлое, когда утверждали новую политику, они всем подняли доставку акциза, а себе нет на этот. И тогда тоже была попытка снизить. Тогда подняли как бы большой буч, это было в прошлом году. Подняли большую бучу. Значит, тогда они сделали что? Они всем, в зависимости от возраста машины, увеличиваются, да? А автомобили, которые 3000 кубиков для бензина и 2,5 дизеля, на себе от возраста не меняются. Даже это успели, умудрились протащить. Вот чтобы было понятно. То есть, постоянно как бы ищутся пути, как бы, чтобы платить меньше. Вот я совсем, как бы, вот, буквально идя на передачу, узнал для меня ошарашивающую новость. Ошарашивающую новость, да? Вот смотрите, у нас было примерно там с бануцами 39 лев за грамм золота, да? Акциз стал там 41, ну на 5% примерно. 41 там с бануцами. Значит, вообще здесь логика отсутствует в моем понимании. Почему? Потому что на драгоценность должна быть отвалорная ставка. Есть товар, он дороже стоит. Ставка, условно говоря, там 3-5% акции. Сейчас мы об этом не говорим, но это пропорционально. Почему? Потому что золото есть 33, пробуя, 333, да? То есть 33%, а есть 99. До более высокого качества. Есть платина, есть палладий, которые значительно дороже золота. А если в это украшение вкраплен бриллиант, изумруд, сапфир, и что, за все это надо платить 41 лей? Но одно дело, когда вы платите с обручальной кольца 333-й пробы, да, и которые стоят, по сути дела, там, как бижутерия и так далее, ничего, потому что надо акцизы еще увеличить на 20% в НДС, на них накручивается, да? Это одно дело. А когда вы заплатили 100 или 200 тысяч леев за это украшение, и там платили 45 леев акций, то это ноль. Понимаете? Вот примерка. Так, сейчас они, знаете, какое решение приняли? Вот я совсем, они вообще решили исключить акции из драгоценностей. То есть, получается, мы страна, не знаю, любителей ювелирных украшений, сделали все возможные... Да, наливая ставка на акции, под видом того, что это сложно администрировать. Вот я могу... То есть, потенщиков можно, так сказать, прессовать, этими дополнительными... кассовыми аппаратами, которые не знают, куда ты подключишься, он должен подпитываться электроэнергией, пускать его в подружку. Потому что работник парламента, он не работает по патенту. Понятно, да? Ну да. Поэтому, поэтому, как бы, вот такое отношение, как бы, и тот, кто, как бы, лоббирует эти интересы, у него совсем другие интересы, у него интересы об этом государстве. И, конечно, можно решить вопрос о наполнении бюджета. Я приведу вот, тоже, может быть, такой пример. Вот сейчас принимается решение, опять повысили там на 5%, акциз на бензин и дизельное топливо, да? Значит, смотрите, первый вопрос. Во-первых, у нас акциз, ну, возьмем Румынию, соседняя, как бы, европейская страна, у нас акциз на бензин примерно в 3 раза меньше, чем в Румынии. Но в Румынии дизельное топливо к бензину, дизельное топливо к бензину составляет 83%. У нас 43%. 43%. Значит, мотивируется это чем? Мы заботимся о аграриях, им же надо пахать, сеять, но при этом, как бы, держим за скобкой, что джипы и легковые машины ездят на дизельном топливе. Так мы кого? Ольготируем. Потом мы говорим о том, что мы должны внести деньги в дорожный фонд. Да? Эти деньги идут в дорожный фонд. Эти деньги в дорожный фонд идут, да? Но в каком размере? Владелец Жигулей платит дорожный фонд столько же, сколько водитель КамАЗа. Потому что, получается, в 2,5 раза ниже ставка акциза. Понимаете? Да? То есть, это же абсурд. Это абсурд. То есть, аграрии вообще не должны платить акциз. Есть практика этого. Есть практика этого. Но никто об этом не думает. Как бы нет. Вот мы должны заботиться об аграрии, но при этом я езжу на джипе, на дизельном топливе нет. Жиженный газ. Тоже. Я неоднократно об этом писал, и говорил, и выступал. Почему сегодня человек, который покупает баллон жиженных газов для семьи, должен платить 50 леев акциза и НДС на этот акциз, примерно баллоне столько получается, если мне государство не привело природный газ? Вот рядом Румыния. Там потребители жиженных газов для бытовых нужд не платят акциз. Логично? Ну, вполне. Логично. Почему у нас сегодня на природный газ, который используется для заправки машин, ставка 40 бань на кубимический метр была установлена в 1996 году и до сих пор не пересматривалась? Вот мы говорим о наполнении бюджета. И таких вопросов море, море. Ну, вот закономерно возникает вопрос. Тогда, если такое количество там, не знаю, советников от Международного валютного фонда говорят нам о необходимости повышения пенсионного ценза или каких-то сокращений социальных программ, уменьшения бюджетных мест, то есть, незаполнения этих вакансий, тогда почему они здесь не посоветуют? Ребята, вы не могли бы себе это, так сказать, перестроить? Они в детали не лезут. Вот как вы поймете, вам вы приходите с проверкой на предприятие и говорите, ребята, у вас высокая себестоимость, у вас нет качества продукции, но он же не говорит, что вот я сяду рядом возле токаря или ткачихи или портновые и так далее, и буду следить, как он будет водить поликаву. Они в детали не лезут, они не разбирают и не делают такой глубокий анализ. Им это и не надо. У них есть, ребята, у вас есть доходная часть бюджета, есть расходная часть. Разница 4 миллиарда леев. Вы что, ребята, вы о чем думаете? То есть, получается, сценарий, так сказать, сбора бюджета национального, в данном случае, нашей страны, он действует по принципу собрать и поделить, но не более как, не мотивировать, например, будущий бюджет. Нет, если бы собрать, приведу еще туда один пример, яркий. У нас в 2013 году была принята стратегия розничной торговли, утверждена по основным правительствам. Там есть такая фраза. Что черный рынок нефтепродуктов у нас в Молдове составляет 30-50%. Заметьте, это не я сказал, не какой-то журналист, который копался где-то. Это официально правительство признало. 30-50%. Ну и что-то делается для того, чтобы вывести из тени от огромных капиталов? Сейчас я объясню просто, какой масштаб. Мы за прошлый год импортирули продукты на 420 миллионов долларов. Если накрутить на них затраты торгующей компании, прибыли и так далее, это оборот 20 миллиардов. Вот как раз который украли, если образом говоря. И вот такой же миллиард ходит в черную. Казалось бы, 13-й год, уже 3 года прошло. Возьмите лучших сыщиков, посадите на этих, найдите концы. Это же не 5, не 10%. Это половина нефтепродукта продается в черную. Вот я вам называл, что парк легких автомобилей вырос вдвое. А импорт нефтепродукта официальный на том же уровне. По жиженому газу он сокращается. Хотя потребление должно увеличиться. Понятно, да? Вот в чем вопрос. Это что, должен международный фонд заниматься? Ну, я понимаю, что не дело экономистов никак не заинтересованных в развитии, допустим, национальной экономики, в том числе, например, молдавской экономики. Но где роль национальных чиновников, где роль правительства? Врать взятки. И только. И делить. Ну, получается так. То есть, собрать и поделить? Да, собрать и поделить. Отнять и поделить. Не собрать, а отнять. Потому что они не собирают. Вот эти деньги, которые 50% черные нефтепродукты гуляют по стране, да, ведь на них же накручивается акциз, должен быть накручиваться, на них должен накручиваться НДС, да, прибыль и так далее, с этого ничего не платится. То есть, они оседают в карманах в виде откатов, взяток и так далее. Вот это все устраивает, это всех, как бы, удовлетворяет. Ну, не вникание... Не всех, а тех, кто, как бы, крышует этот бизнес. Понимаю, не вникание специалистов Международного валютного фонда в детали национальной экономики Республики Молдова, но не может все-таки оставить вне поля их зрения, то, что мы являемся страной, ну, такого серого предпринимательства, смешанного, черного белого. А не говорят, ребята, у вас коррупция, делайте прозрачную банковскую систему, чтобы не допускал сюда кража миллиарда. Идя на сотрудничество с молдавским правительством, не является, ну, таким, знаете, скрытым поощрением. А потому что наше правительство, будем говорить, шантажирует Международный валютный фонд, потому что понятно, где находится его контора и чьи интересные представители. Говорит, ребята, ну, будет у нас плохо быть, но мы тогда развернемся и пойдем в Россию. А для них это самое, как бы, старое. То есть у них идет политика потом, чтобы отделить Молдову как и Украина, наверное, как и Грузия, и так далее, от России. Вот это как бы цель. Поэтому они закрывают... А взамен кредиты, долги? Да, 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 да. Ну, опять же, я понимаю, что интерес национальных элит состоит в том, чтобы идти на эти условия, шантажируя Международный валютный фонд, как вы говорите, и так далее. Таким образом, они с этих денег, которые лягут на плечи простых налогоплательщиков, в этих кредитных обязательствах, они с этих-то денег, наверное, имеют какую-то прямую выгоду, получается. Национальная элита, вот те, которые причастны к регулированию финансовых потоков. Ну, они же потом эти дни не пилятся. То есть, как бы, ну, вот, будем так говорить, строим мы дорогу, да? Дорога должна служить минимум 10 лет. А мы смотрим, через год ее надо ремонтировать. А почему? Потому что не тот битум положили, не той толщины положили, нарушили технологии и так далее. Соответственно, компания, которая проводила строительство, она уплатила кое-кому откаты, а раз уплатила откаты, те закрыли глаза, и вот, как бы, тот результат, который мы имеем. И так во всем, к сожалению. Так, к сожалению, во всем. Ну, гипотетический вопрос, наверное, а возможно ли другой сценарий, без участия Международного улитного фонда, в подъеме национальной экономики? Можно жить без таблетки нитроглицерина? Ну, если... Я не должен задавать вопрос, вы понимаете, да? Конечно, можно. Делай зарядку, питайся рационально, веди рациональный образ жизни, и не нужно будет тебе таблетка нитроглицерина. Вот, вот, чем вопрос. Получается, пытаемся жить на широкую ногу, как, не знаю, там... Нет, не пытаемся жить на широкую ногу. Живем. А безалаберно живем. Безалаберно живем. Вот я... Потому что Молдова одна из самых бедных стран Европы. Поэтому сказать, что от того, что там тысячи или две тысячи, там, образно говоря, живут сверхбогато, еще, может быть, раз в пять больше живут как бы с высокими доходами, остальные же прозябают. Ведь у нас сегодня больше 80 пенсионеров живут за чертой бедности. То есть, они получают ниже прожиточной меню, прожиточной меню пенсии. У нас зарплата тоже самая ниже и так далее. Ведь, смотрите, мы сколько лет говорим о том, что вот там поднимается вопрос сейчас поднятия на уровень инфляции личного освобождения, да? Но мы же в прошлом году не индексировали это повышение. И, казалось бы, во всем мире, если человек получает заработную плату ниже прожиточного минимума, то он не платит налогов. А у нас же сплошь и рядом. То есть, вы понимаете, да? То есть, как бы, у нас вот эта планка личного события, она значительно ниже планки прожиточного минимума. То есть, у нас нет достаточного хорошего налога на роскошь, зато есть налог на бедность. Да. Вот я привожу часто пример. Вот, знаете, у меня был такой недавний разговор. Один из моих руководителей говорит, слушай, вот я был у Филиппа и так далее. Он дал, как бы, какие-то дать предложения для того, чтобы люди не платили деньги в конвертах. То есть, не платили зарплату. Вот какие меры? А здесь, я говорю, никаких мер не будет. Потому что сегодня у населения есть определенное отвращение к власти. Они считают, что их ворами, жуликами и так далее. И выплачивая налоги, тем самым они кормят этих жуликов. Вот. То есть, если в любой цивилизованной стране сосед не платит налоги, то на него настучат. Потому что, почему я должен платить за садики, за школы, за дороги и так далее? А он мерзавец, как бы, уклоняется. А у нас же, вот, ездите вы в троллейбусах, видите, как постоянно пассажиры суют назад эти билеты, либо не берут билеты и так далее. Потому что именно вот этот антагонизм между реалиями нашей жизни, да, вот это, и люди не будут. А для того, чтобы люди платили налоги, как бы, и платили зарплату в билеты, надо показать, что власть действительно изымает деньги прежде, чем из богатых. Поэтому введите ставку 18%, вернее, этот, не 18%, а 25%, которые, как бы, повысили. Условно говоря, возьмите какую-то планку зарплаты выше, допустим, там, 15 тысяч, 10 тысяч. Мы сейчас, это не принципиально, но повышенный уровень. И с ним берите повышенный уровень. Потому что всех вы со всеми бороться никогда не сможете, со всей страной. А теперь берите конкретно. Вот человек имеет трехэтажный дом, машину Porsche, машину класса и так далее. Ездит там на Канары, отдыхает и так далее. Поинтересуйся, сколько он декларирует доходов? Доходов. Все записано на тещу. Нет, это не вопрос. Теща тоже члены семьи и так далее. То есть, во всем мире есть налоговая полиция, которая следит за вашими расходами и собирает так называемые космические улики. И там самое наказание не за убийство, самое страшное, не за воровство, а за уклонение от уплаты налогового. Аль Капона посадили же не за то, что он был мафиози и глава мафии, а за то, что не платил налоги. Его же это, и мы уже в этом обвинили и так далее. И покажите, что вот вы конкретно одного богатого, второго, третьего, пятого начинаете ловить на том же... Потому что круг, который сразу надо проверять, очень резко сократится. Очень резко сократится. Это будет несколько тысяч человек. Что такое несколько тысяч человек, занятых тотальной проверкой, насколько они показывают? Потому что обстанная масса, она показывает доход в 300 долларов. А у него трехэтажный особняк, он ребенка с личным водителем возит в школу, назад возвращается и так далее. Все это он содержит, содержит как бы этих рабочих по дому, которые ему стрижут сад, убирает квартиру и так далее. Это что, с 300 долларов зарплаты? Ну, может, там добровольцы. Извините. Волонтеры. Вот это, то есть, власть должна показать, что она действительно... То есть, начала с себя. Да. Не будем говорить с себя. Ведь в чем проблема? Всех возмущает именно принцип социальной несправедливости. А выражается в чем? А мне что предлагают? Плати зарплату по белому. А что значит зарплату по белому? Это значит, что я буду получать 1,4% от пенсии, от зарплаты, которую я плачу сейчас в пенсию. Да, у меня отчисляется за каждый год. 1,4%. Но это сегодня. А завтра эти 1,4% по покупательной способности будут в 5 раз меньше. Так я лучше сегодня эти деньги получу в конверте. Да, и потрачу, куда я считаю нужным, либо отложу как-то, буду какие-то решения. Чем платить этому воровскому государству. Примерно так рассуждают основная масса людей. Это ненормально. Это ненормально. И это за нас международный фунт, конечно, не решит. Ну вот, ваши рекомендации, как экономиста. Представим себе такую возможность. Мы могли бы повлиять на решение сегодняшнего правительства или, не знаю, помочь им прийти к правильному решению. Конечно. А ведь об этом мы все время говорим. И это вопросы очевидные. Ну, например, что надо делать? Это, например, такая самая широкая программа. Она опубликована на сайте. Просто я участвовал как бы в ее разработке. Программа развития Молдовы на 17-20 год. Она вывещена на сайте социалистов. Там 62 страницы текста, таблиц и так далее. Детально расписано. Детально анализ секторовой экономики, промышленности, сельскохозяйства, энергетики, внешние связи, макроэкономические показатели, то есть социальный сектор и так далее. Все там расписано. Что есть, что надо делать и так далее. То есть есть программа. Ну, принципиальное отличие, например, от того, что делает сегодня правительство и от того, что предлагается... Ну, давайте принципиальное отличие от чего. Вот смотрите, мы как бы вернемся к тому, с чего мы, может быть, начинали. Логика любого бизнеса заключается в том, логика любого бизнеса, что я должен не оказывать услуги, не что-то производить, а я должен получать прибыль. А для того, чтобы я получать прибыль, я свои услуги должен или свой товар должен кому-то продавать. Сегодня у нас есть торговые отношения с Евросоюзом, несмотря на то, что у нас 500 миллионов рынок, вот мы имеем с 1 сентября 2014 года официальные данные статисты, каждый момент проверить, я их неоднократно называл, у нас все время идет сохранительный минус. Хронический минус, да? В России мы потеряли один к трём. В три раза сократился. Что же я буду здесь производить и вкладывать деньги? вкладывать деньги, если мне некому продавать? Вот это главная проблема. Потому что сегодня то, что мы продаем в Евросоюз, я называл неоднократно эти цифры, это обшединиться кукуруза подсолнечника орехи, да, сырая кожа, металлолом. Значит, из переработанной продукции, из переработанной продукции это подсолнечное масло, это немного вина, сахара и консервированные соки. Всё. Это всё, чем мы можем быть интересным. Да, вот яблоки, наша яблочная страна, мы поставили в этом году 53,6 тонны яблок. Из всего экспорта меньше 0,1% из всего экспорта в Евросоюз. Так, это одна сторона. Мы сами съедаем яблок в год больше, наверное. Да нет, мы импортируем из Евросоюза, если мне память, по-моему, полторы тысячи тонн. Вот импортировали. Значит, то есть, вот как бы примеры, да? Поэтому надо работать, вот о чём сейчас говорят, что надо открывать российский рынок, надо возвращаться на него, надо снимать те таможенные почины, которые накручены, и надо создавать условия, прекратить тот рэкет бизнесу, который реально есть, о котором говорят, что мы льготы, единое окно и так далее, но реально-то мы знаем, что любой бизнес, вот придите на рынок, центральный, на центральном рынке, продаётся мясо, вы видели, что там крестьяне, если крестьяне продаётся, он где-то продаёт на улице мясо с коленом, то давай не пробьётся. Почему не пробьётся? Потому что этот кусочек участка, он официально стоит 40 землей. Официально он должен каждый день уплатить, кто продаёт мясо за метр. Значит, но в руку он платит 200. Чёрный. Да, это то, что неучтённый. Понятно, да? То есть, вот, и это всё, вот это, как бы, это все, об этом знают, потому что всё это высрано сверху донизу. Сверху донизу. Все об этом знают. И вот так, куда нет низ, куда вопроса нет, всё это... Мы же, сколько мы говорили о создании оптового рынка в Молдове. Рынка для продажи сельхозпродукции. Напрямую от сельхозпродукции. Конечно, да. Вот, есть же пример, вот, если вы откроете оптовый рынок, их два в Польше, вот, открываю, сейчас там есть и на русском языке сайт, можно этот найти. Значит, там, пожалуйста, импортируем овощи, фрукты, произведенные в Польше, да, отдельно есть, цена, в какой фасовке и так далее. И биржа, максимальная цена, минимальная, средняя. Пожалуйста, то есть вы, как бы, можете тут же заказать. У нас что, есть такая услуга? Но это решение должно быть принято на государственном уровне. Конечно. И частные инициативы здесь никакого интереса может не увидеть. Это называется государственное частное партнерство, то есть надо заинтересовать частный бизнес, создать. И на моей памяти об этом говорят уже лет 15. О создании оптовых рынков и так далее, продажи. У нас есть оптовый рынок вот возле табачного комбината и так далее. Ну, это пародия. Есть одна внизу на Пушкина, внизу там вот вдоль бычка там небольшое такое есть, продают. Но это опять-таки это все... Капля в море, это капля в море, мизер и так далее. Тем не менее, это есть. У нас массовая продажа контрабандной продукции. Ведь смотрите, почему вот идет сегодня такая война между обладателем патентов и властью. Власть понимает, что патентом продается контрабандный товар. Контрабандный товар. И те, кто как бы наставят на патентах, им это выгодно. То есть, они завезли контрабанды, нет чеков, не платят акции за НДС на ввозе. Но ведь это не все потенщики такого занимаются. Это мизер, который занимается не этим. Давайте будем так говорить. Если он продает куриные окорочка, если он продает электробатарейки, если продает образно говоря там распасованный кофе, там чай и так далее. Это что? Я понимаю, потенщик, я делаю стулья, я что-то шью, я там обувь делаю. Понимаете, это патент. Да, это продукция произведена мной или я какой-то ассоциацией допустим производителей. Индивидуальных производителей. Да, они создали представители своей торговой точки. Вот это, я с этим согласен. Тут нет вопроса. Но когда вы приходите на центральный рынок и на центральном рынке по патенту продаются апельсины, мандарины, бананы и так далее. Какой это патент? Вы мне извините. Ну, патент просто на фактор реализации. Да, он платит мизерные деньги, он платит мизерные деньги, не платит НДС, акцизы, потому что это контрабандные товары и так далее. Как правило, документов там никаких нет, потому что все идет откат и все там схвачено. И вот результат мы имеем то, что имеем. Ну, смотрите, это вал продукции, который так или иначе проходит какие-либо контролирующие органы. та же таможня, например. У нас апельсины сами по себе не растут. к нам их привозят вместе с бананами, мандаринами и другими экзотическими фруктами и овощами. Но на этапе вот растамаживания всего этого... А не растамаживается. Вы поймите, что на таможне ловят только те, кто не заплатил за проезд. Он хотел на халяву проехать. Вот его поймали, вот как сейчас сигаретами поймали и так далее. Он хотел проехать на халяву. Ведь почему... Вот смотрите, вот еще такой момент. У нас где-то на уровне 350, вот сейчас до 420, там минимальная ставка акциз на сигареты. А мы подписали ассоциацию соглашения с ЕС должны 90 евро за тысячу сигарет. Это накратно больше. То есть получается это примерно 2000 лей на тысячу сигарет. Это пачка 4 лея, если я не ошибаюсь. На каждую пачку еще 4 лея дополнительные? Нет, нет, нет. 2000 лея на 20... на 20... 20... Это 10 леев. 10 леев. На них наберите 12 леев. То есть... А у нас сегодня сигареты стоят примерно столько же. Понимаете? Поэтому их и покупают здесь, чтобы продать в Евросоюзе. О! То есть мы создаем... И поэтому Евросоюз поставил. Ребята, доведите... Вы должны, обязаны 2025 года довести акциз до 90 евро на тысячу сигарет. А мы что делаем? Мы каждый год добавляем чуть-чуть. Чуть-чуть. Для чего? То есть, по сути... То есть есть лобби, которое крышует, будем говорить, контрабанду сигарет. Эти сигареты постоянно возятся отсюда в соседние страны европейские. Европейцы отъем озабочены. Они говорят повысить акциз, чтобы тогда не было как бы стимула для такой контрабанды. А мы... Да, да, мы согласны. Но 2025 год еще будет не скоро. И мы потом сразу в 2025 году... Я представляю, как тот же наш молдавский чиновник думает. Да, конечно, как ты думаешь, я буду дальше жить, если я сейчас возьму себя, лишу такой возможности личного дохода. Конечно, конечно. Вот это конкретные дела. Понимаете? То есть, мы рассуждаем как бы на уровне таких декларативных заявлений, у нас все супер-пупер. И закон у нас, основная масса у нас нормальных законов, да? Ну, а реализация этих решений, вот она всегда так шиворотный город получается, к сожалению. Да, понимаю. Ну, смотрите, время как пролетает очень быстро. Я про эфир нашей программы уже почти скоро завершается. И все-таки вот под финал такого рода вопрос. Ну, рассматривая вал проблем, которые существуют сегодня в нашей стране, экономики, то, что мы сейчас имеем, это, наверное, экономикой не назовешь, потому что, как правило, когда говоришь об экономике, представляешь заводы. Можно я вас перебью? Да, производство. Экономика в переводе на русский язык означает хозяйствование. А мы имеем типичный принцип безхозяйственности. У нас отсутствие экономики, да, и фактически мы все занимаемся торговлей. Тут кто-то продает свои услуги, кто-то продает контрабанку. Это не торговля, это опять, это безхозяйственность. Если торговля, она не облагается науками, это тоже не этот. Ну, вот я к чему, то есть к чему хочу прийти в своем вопросе. Представляете, огромный вал проблем, отсутствие экономики, политический раздрай, куча, не знаю, узел таких интересов, который свелся на сегодняшнем правительстве, где каждый представляет интересы той или иной группы, скажем так, хозяйствующих субъектов, которые хозяйствуют или хозяйничают в тех или иных отраслях. Той пирамидой, которая выстроена на этом секторе. И вот со всем этим сегодня нужно будет, мне кажется, разбираться новоизбранному президенту Республики Молдова. Конечно. И вот, ну, вот требуется чувство, мне кажется, такое положение вещей. И есть ли шанс, есть ли возможности, вот разгребая, не знаю, пласт за пластом, наверное, решить хотя бы какую-то часть проблем в экономике. Конечно, есть. Но для этого народу должен поддержать. Это первое дело. Вот представьте себе, вы приходите на завод. Это масса из нашей жизни примеров. Завод в запустении. Да? В цеху грязь, делает брак, убытки и так далее. Приходит руководитель, уже делает это предприятие рентабельным на второй день. Да, он сначала решает вопросы по наведению элементарного порядка, чтобы люди приходили вовремя на работу, чтобы не выносили, не тащили с предприятия, чтобы создать технологии. И это постепенно, да, это масса, это напряженно и так далее, но это решается. Так должно быть и в этом государстве. Я еще раз подчеркну, вот возвращаемся, я почему все время как бы возвращаюсь к этому миллиарду. Все налицо. Ребята, есть конкретный кредитный инспектор, который выписал кредитный договор, оформил. Есть юрист, который его завизировал, зная, что это запрещено. Есть начальник кредитного отдела, который подписал. Есть кредитный комитет, который это завизировал. Есть совет банк, который это утвердил. Есть управляющий банком, и есть главный банк, который выписали документы. Есть национальный банк, через который документы прошли, которые тоже знали, что это нарушение. Почему они до сих пор два года не сидят? Я понимаю, что деньги надо искать. Но людей, то есть должен быть прецедент. Люди должны знать, что если я украл, как известно, вор должен сидеть в тюрьме. Ты должен сидеть в тюрьме. А возможно ли такое, ну не знаю, развитие событий вот с этим миллиардом по сценарию того, что было когда-то в Исландии? Если помните, наверняка в шестом или седьмом году там примерно та же самая история. Исчезло 4,5 миллиарда валюты. И тогда Международный валютный фонд настаивал на том, чтобы, и не только все доноры Исландии, настаивали на том, чтобы это все легло на плечи рядовых граждан. Оно легло, оно легло. Мы же трансформировали это в государственный долг. Мы же трансформировали это в государственный долг. По другому пути. Нет. Это условия Международного фонда. Чтобы мы это оформили в государственный долг и будем распчитываться мы. Вот решение Международного фонда в нас ровно точно так же. Ну вот грустно, потому что, смотрите, в Исландии ведь что, был референдум? Хотите ли вы возвращать этот долг? Ребята, то есть, граждане страны сказали, нет, не хотим. Это получалась немалая сумма, которая превышала там, не знаю, месячные оклады рядовых граждан. И в итоге решилась тем, что все должно возвращать банкиры. Банкиры вылавливали, все, занимался уже возвращением миллиарда Интерпол. А я о чем говорю? Я говорю, есть управляющий банком, есть губернатор Национального банка, есть люди, которые сидели в кассах, где проводились деньги через Национальный банк. То есть, есть, есть в конце концов компании, которые получили эти деньги по подложенным документам. Потому что там по этим пяти фирмам выступил единый залогодатель, фирма Фортуна, которая зарегистрирована в нашей сельских островах. Когда туда позвонили, спросили, вы в курсе, что вы залогодатель по миллиарду евро? Они говорят, мы первый раз слышим. То есть, налицо афера, которая вообще вся шита белыми нитками. И ни один человек не сидит до сих пор. Два года прошло. Ну, кто знает, знаете, сколько бы... Вот это лакмусовая бумажка, понимаете? Когда я вижу, что начали сажать. Поэтому, надо стране наводить порядок. Но, естественно, один президент может разворушить, он может крутить и так далее. Но нет полномочий. Вот сегодня поступило разъяснение, потому что это уже не просто моя трактовка, разъяснение бывшего представителя Конституционного суда о том, что президент не может снять Шалару с министра. Потому что министра может снять только премьер-министр предложить о снятии. Только тогда президент может. А сам он предложить не может снять. премьер-министр. Вот тут заявление о том, что Шалару надо убрать. Вот пример. Да, у него вроде с одной стороны много функций и много полномочий, но их явно не надо знать для того, чтобы навести порядок. Но, по крайней мере, этот клубок клубок проблем, которые творится в Молдове, он начнет постепенно разгребаться и, по крайней мере, вытаскивается это грязное белье наружу. Его надо вытаскивать и надо людям объяснять. И, наверное, первые положительные результаты, которые я ожидаю и, наверное, все многие ждут от того, что будет, мы заметим, и это будет идти по нарастающей. Потому что другого просто пути нет. Эта власть должна быть просто сметена. Тот, кто воровал, должен сесть. И будущее поколение, будущие воры, жулики должны знать. Украл, сел. Причем не просто сел. Романтика. Романтика, да. Ясно. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Будем следить за тем, что будет происходить и дальше в национальной экономике, как будет развиваться взаимоотношения Молдовы с МВФ и насколько вообще они нужны и продуктивны для нашей страны. Так сказать, уже наш журналистский цех будет это все освещать и с вашей помощью будем тем или иным образом комментировать. Спасибо, приглашайте. С удовольствием. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был экономист Михаил Пойсик. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин